Уважаемые дамы и господа, как всегда мы встречаемся в это время С Алексеем Орловым в программе «Моя Америка» Алексей, добрый день, здравствуйте Добрый день, Толя Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа Дамы и господа Сколько раз вы спрашивали себя, особенно в эти дни В день выборов вчера, после этого дня Почему республиканские штаты красят красный цвет, а демократические в синий? Ну в самом деле, ну почему? Этот вопрос не может не прийти в голову, наверное, каждому американцу с американскими корнями Потому что с детских лет нам вдалбливали в голову, что красный цвет Олицетворяет борьбу рабочих с капиталистами Кровавую борьбу очень часто И мы декламировали, естественно На пионерских сборах, не знаю, как вы А я декламировал Как повяжешь галстух, береги его Он ведь с красным знаменем цвета одного А под этим знаменем в бой идут бойцы За очизну бьются братья и отцы Как повяжешь галстух, ты светлей лицом На скольких ребятах он пробит свинцом Пионерский галстух Нет его родней Он от юной крови Стал еще красней О-о-о, и мы пели песню О красном командире Николая Щерси Погибшем на гражданской войне Я спою эту песню, дамы и господа Я заранее прошу прощения Ну, во-первых, я не шаляпин Я даже не Иосиф Кобзон Тем не менее, я попытаюсь Песня о Щерси Шел отряд по берегу Шел издалека Шел под красным знаменем Командир полка Голова обвязана Кровь на рукаве Солет кровавый стелется По сырой земле А по сырой земле Хлопцы, чьи вы будете Кто вас в бой ведет Кто под красным знаменем Раненый идет Мы сыны батратские Мы за новый мир Щерс идет под знаменем Красный командир Тишина у берега Смолкли голоса Солнце книзу клонится Падает роса Лихо мчится конница Слышен стук копыт За нам о Щерса красная На ветру горит Ай-яй-яй А на ветру гожит Красный цвет Цвет крови Олицетворяет борьбу Пролетариата И это цвет рабочих партий Это был цвет Российской социал-демократической Рабочей партии И это был цвет Национал-социалистической Рабочей партии Германии Советские коммунисты И немецкие фашисты Маршировали под красным знаменем Под красным Дефилируют нынче Китайские коммунисты А на улицах наших городов В Америке Мы видим сегодня Красный флаг В руках молодчиков Антифы Нас не должно Это удивлять Поскольку корни Этой организации В германской Антифе Созданной немецкими Коммунистами В конце 20-х годов Минувшего столетия Якобы для противостояния Фашистов Что бы было Если бы коммунисты Пришли к власти А не Гитлер Не национал-социалисты Мы можем только гадать Дамы и господа Но если мы вспомним Что германская Коммунистическая партия Находилась в Коминтерне А Коминтерн Жил по приказам С КГБ Мы с вами можем доказаться Что случилось бы В Германии Если бы к власти Пришли антифашисты Итак Мы с вами Не перестаем Ежедневно Ежечасно Ежеминутно Удивляться Почему в красный цвет Красят штаты В которых побеждает Недемократическая партия Ныне фактически Социалистическая партия Которую поддерживают Марксисты Коммунисты И прочие Левые Почему красятся В красные штаты В которых Подбеждает Республиканская партия Почему Дамы и господа И сейчас Мы с вами Окунемся В историю Я сразу же хочу Предупредить Что может быть Это не очень Интересная история Какие-то даты Какие-то события Они связаны Друг с другом Но если мы с вами Хотим узнать Почему Республиканскую партию Красит в красный цвет Нам необходимо Знать историю Так вот Хотите верьте Хотите нет Но в красный цвет Республиканские штаты Стали красить Ну Буквально Совсем Недавно Если Иметь ввиду Историю Нашей страны То буквально Недавно Каких-то 20 лет назад Ну например Когда в 1980 году 40 лет назад Кандидат республиканской партии Рональд Рейган Разбил в пух и прах Президента демократа Джима Картера Он выиграл 44 штата Из 50 Политический комментатор Телесети NBC Дэвид Бринт 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 Сказал миллионам Американцев Телезрителей Что карта выборов Слушайте внимательно Напоминает Плавательный бассейн То есть Республиканцы Были синими Демократы Красными Покраска Политических И военных Противников Красный и синий цвет Уходит корнями В 60-е годы 19 века Других цветов Не было Ни желтого Ни зеленого Ни оранжевого Понятно почему Потому что Красный и синий Это цвета Американского флага На поступавших В продажу И пользовавшихся Громадным спросом Картах Гражданской войны Передвижение Войск Конфедератов Окрашивалось В красный цвет Передвижение Юнионистов В синий В штатах Конфедерации Заправляли Демократы В штатах Союзы Республиканцы Партия Президента Авраама Линкольна Демократы Были Красными Республиканцы Синими И нам с вами Известен год Дамы и господа Когда две партии Получили политическую Краску 1873 Правда Это следует Подчеркнуть Это была не Общенациональная Краска А местная Местная Во второй половине 19 века Южный Техас Столкнулся С проблемой Как помочь Не знавшим Английский язык Мексиканцам Разобраться В написанных По-английски Избирательных Бюллетенях Активисты Демократической Партии В графстве Камера Он это На юге Техаса Основали В 1873 Синий клуб Blue Club И принялись Рекламировать Своих кандидатов На всевозможные Посты Как Синих Демократ Республиканцы Ответили Созданием Красного Клуба Red Club И согласно Исторической Ассоциации Техаса Красные Синие Цвета Использовались На юге Штата Техас В англоязычных Бюллетенях Для голосования С середины 70-х Годов 19 века До 1920 Года Это у нас Местные дела Южный Техас В 1888 Президент Демократ Гровер Кливелет Стал первым Политиком Национального Масштаба Который Пользовался Двухцветной Картой Он выбрал Синий цвет Для северных Штатов Штатов Партии Линкольна А красный Цвет Для штатов Бывшей Конфедерации Его Соперник На выборах Кандидат Республиканской Партии Бенджамин Гаррисон Согласился С такой раскраской И выиграл Выборы Спустя Четыре года В 1892 Кливленд Взял У Гаррисона Реванш Стал первым И единственным До сих пор Президентом Который Побеждал На выборах Дважды Ну с четырехлетним Перерывом Это у нас 1888 И 92 1900 Год В преддверии Выборов Это интересно Для чикагских Радиослушателей 1900 Год В преддверии Выборов Поддерживавшая Республиканцев Газета Чикаго Трибюн Дамы Господа Газета Чикаго Трибюн В 1900 Году Поддерживала Республиканцев Так вот Она объявила Вечером В день Выборов Устроить Сверверк Который Увидит Весь город Если Победят Республиканцы Небо Окрасится В синий Цвет Победят Демократы Окрасится В красный Газета Чикаго Трибюн Отказалась От своего Плана Потому что Газета Которая Поддерживала Демократов Объявила В случае Победы Республиканцев Небо Над Чикаго Будет Красным И Республиканцы И демократы В которых Президент Республиканец Теодор Рузвельт Победил Демократа Антона Паркера Выгранные Рузвельтом Штаты Были окрашены В газете Нью-Йорк Таймс В красный Цвет Это Республиканец Республиканец Выгранные Демократом Паркером Синий Другая Газета Вашингтон Пост Решила Не отставать От нью-йоркской Соперницы И Предложила Читателям Приложение К газете Карту выборов 1904 года Выгранные Рузвельтом Республиканцам Рузвельтом Штаты Были Красными Выгранные Паркером Синими Итак Использование Политиками Демократами И журналистами Цветов Для обозначения Республиканской Демократической Партии Носило В течение Десятилетий Эпизодический Характер Обычно Не всегда Демократов Красили в красный Республиканцев В синий Но ни политики Ни журналисты Не говорили О Ред Стейт И Блю Стейт Штаты Не имели Какой-либо Окраски В партийном Лексиконе Что изменило Это Изменило Появление Цветного Телевидения В конце Пятидесятых Начале Шестидесятых Годов Прошлого Века Телевидение Побудило Телевизионных Комментаторов Использовать Во время Президентских Выборов Цветные Карты Первым Использовали Цвета В репортаже О выборах Первым Первым Это был Джон Чанцелор Джон Чанцелор Он был Ведущий Программы Вечерние Новости Компании NBC 2 ноября 1976 Года Дата Для меня Достаточно Интересная 2 ноября 1976 Года Я уже Собирал Чемоданчики Для Отправления Из Совдепии Так вот Мистер Чанцелор 2 декабря 1976 Года Комментировал По телевидению В программе Вечерние Новости NBC Ход Выборов Штаты Которые Выигрывал Кандидат Демократической Партии Джимми Картер Он окрашивал Красный Цвет А те Штаты В которых Побеждал Президент Республиканец Джерри Фонд Он окрашивал Синий Картер Как мы знаем Выборы Выиграл 1976 Год Спустя 4 года В 1980 Я уже В то время Сидел у телевизора В городе Нью-Йорке Все Три Национальные Телесети Это ABC CBS И NBC Никакого Кабельного Телевидения Тогда Не Было Все Эти Штаты Показывали Синими И Красными Кто Как Там Где Кто Кто Победил Но Единства Не Существовало Но NBC И Оставалось Верно Себе Продолжало Красить В синий Цвет Штаты Выигранные Республиканцами Я напомню Политический Обозреватель Этой телекомпании Дэвид Бринкли В 1980 году сравнил с водами плавательного бассейна карту выборов в день победы Рональда Рейгана Синие Штаты Блестящий политический комментатор газеты Нью-Йорк Таймс Уильям Сафайер ныне увы покойный процитировал в своем политическом словаре Сафайер Нью Политикал Дикшнери коллегу Дэвида Найховна Перед тем как я последую примеру Сафайра и процитирую мистера Найхана я хочу сказать несколько слов об Уильяме Сафайере ныне увы покойный совершенно блестящий журналист комментатор газеты Нью-Йорк Таймс именно Сафайер назвал Хиллари Клинтон вразженной лгуньей вразженной лгуньей дамы и господа можем ли мы поставить себе представить сегодня политического обозревателя газеты Нью-Йорк Таймс который бы назвал Джо Байдена вразженным лгуном дальше 1959 год время молодое в Москве в Сокольниках выставка американская выставка что это была за выставка можно долго вспоминать какие машины 1959 год и на этой выставке демонстрировался американский складной домик ну такие домики по всей Америке строили и строят их выпускают из специальных плит складывают друг другом и домик и на этом домике была естественно кухня и вот на этой кухне состоялся исторический диспут исторический диспут который вошел в историю как китчен дебейт дебаты между премьер-министром прошу прощения председателем совета министров СССР Никитой Сергеевичем Хрущевым и в то время вице-президентом Соединенных Штатов Ричардом Никсоном организовал китчен дебейт никто иной как у Уильяма Сафаир в то время он еще не был корреспондентом Нью-Йорк Таймес так вот у Уильяма Сафаира есть политический словарь Сафаир New Political Dictionary значит дамы и господа тот из вас кто интересуется американской историей того из вас словарь Сафаира должен быть настольной книгой у меня он есть причем у меня несколько выпусков этого словаря и так в своем словаре Сафаир New Political Dictionary Сафаир процитировал коллегу Дэвида Нейхана из газеты Boston Globe 15 октября 1992 года за две недели до выборов мы помним это были выборы Папа Буш Клинтон и Рос Перо так вот за две недели до выборов он написал Нейхан я цитирую телеведущие начнут на своих электронных картах использовать красный цвет для штатов выигранных Клинтоном и синий для выигранных Буша вот так и было в 92 году штаты в которых увидел кандидат демократической партии Билл Клинтон были красными на экранах телевизоров штаты где победителем вышел проигравший выборы президент республиканец Джордж Буш были синими и еще это 92 год и еще в 96 не было общего мнения в отношении партийной раскраски карты выборов точку в неразберихе поставил в 2000 году комментатор NBC Ким Рассерт ныне увы покойный за неделю до выборов он обсуждал в популярной передаче сегодня предстоящие выборы так вот беседуя с коллегой Матом Лауром предстоящие единоборства кандидата республиканской партии Джорджа Буша сына и кандидата демократической партии Алла Гора Росс спросил при обсуждении как Бушу удастся набрать необходимым для победы голоса выборщиков в красных штатах как Бушу удастся набрать необходимые для победы голоса выборщиков в красных штатах и вот вечером в день выборов Рассерт главный комментатор в программе NBC называл красные штаты выигранные Бушем Ред Стейт Ред Стейт вопрос Был ли Рассерт первым, кто назвал Ред Стейт штаты, в которых побеждали республиканцы? Сам он сомневался в своем приоритете. Он полагал, что кто-то до него говорил Ред Стейт о республиканских штатах. Возможно, кто-то говорил и до него. Возможно. Однако Сафаир исключил всякие сомнения в авторстве. Рассерт, читаем мы в политическом словаре Сафаира, я цитирую, стал ведущим популяризатором признания на национальном уровне демократов синими, республиканцев красными. Это 2000 год. Ко времени выборов 2004 года красные штаты и синие штаты прочно заняли место не только в комментариях и статьях политиков и журналистов, но и в разговорах обычных граждан. Каждый знал, что красные штаты это республиканские, синие, демократические и уже вовсю говорили о фиолетовых, purple штатах, то есть таких, где шансы республиканцев и демократов на победу в президентских выборах приблизительно равны. Цвета штатов не остаются неизменными. В 80-е годы Калифорния была республиканским штатом, нынче это демократический штат. В 80-е годы демократы мечтать не смели о победе в южных штатах, нынче многие южные штаты фиолетовые или красные. Красные, сегодня взглянем на карту выборов, вчерашних выборов, абсолютное большинство, кроме пока что Аризоны вроде бы и Нью-Мехико, демократических штатов, остальные красные. В 84-м году Рейган победил в 49 штатах из 50-ти. Нынче подобное не может присниться республиканцам даже в самом прекрасном сне. И вот вопрос, дамы и господа, надолго ли закреплен за республиканцами красный цвет Red State, за демократами синий? Я полагаю, что вряд ли надолго. Республиканцы не желают быть покрашенными в цвет прогрессистов, социалистов, марксистов, коммунистов. 14 марта 2014 года, 6 лет назад, республиканцы Калифорнии официально, официально отвергли красный цвет и объявили себя синим цветом, что калифорнийские республиканцы объявили они синие. Я полагаю, что в недалеком будущем примеру калифорнийцев последуют республиканцы в других штатах. Сегодня каждому республиканцу, как и каждому здравомыслящему американцу, должно быть понятно, какая партия действительно красная не на политической карте, а на деле. И еще одно предположение. Демократы сделают все возможное, чтобы за их партией закрепился синий цвет. На этом, дамы и господа, я бы поставил точку, но я не могу поставить точку, потому что вчера были выборы. К сожалению, они продолжаются, я говорю, к сожалению, потому что вообще подсчет голосов должен был завершен вчера. Так вот, после вчерашнего дня, вечером, да, не вчерашнего дня, в 2 часа ночи, у Байдена было 500 238 голосов, у Трампа 213, и Трамп лидировал в Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Сегодня нам уже сообщили, что мистер Байден выиграл Висконсин, и значит у него на данный момент 248 выборщиков, 248, требуется 270. Если ему дадут путем мухляжа, дамы и господа, я не сомневаюсь, что этот подсчет, связанный с так называемым голосованием по почте, это сделано для того, чтобы украсть у Трампа победу. Кстати, все эти штаты, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсина, во всех этих штатах губернаторы, демократы. Так вот, если мистеру Байдену удастся украсть, по крайней мере, еще два штата, он станет президентом, его объявят президентом. Трампу это... Трампу следует сделать все возможное, чтобы кражу каким-то образом прекратить. Как это сделать? Это будет решаться, наверное, в судах. Пока что, на нынешний момент, у Байдена 248 голосов, выборщиков, если мы будем уже считать, что и Висконсин он выиграл, у Трампа 213, но Трамп по-прежнему лидирует в Джорджии, Мичигане, если мне не змеет, картина Северной Каролине и в Пенсильвании. Окей, дамы и господа, я делаю небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка», номер телефона в студии 847-400-5200, и мы приступаем к принятию звонков. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей, спасибо за передачу, как всегда, интересно. Разрешите, пожалуйста, следующее. Посмотрим на экран, ну это я вчера, наверное. Например, штат Вирджиния, Трамп 69%, Байден 31%, штат выигрывает Байден. Объясни, пожалуйста, как это понимаешь, чем тут дело? Ну, это понимать очень просто. Значит, есть штаты, в которых люди, называющие победителя, это, как правило, журналисты, приоритет имеет, как бы, информационная агентство, Ассоциated Press. Они проводят опросы общественного мнения. Эти компании располагают громадными средствами проводить опросы общественного мнения. И когда подсчитано, скажем, 25% голосов, может быть, 30%, не больше 50%, они могут объявить, кто уже победил. Потому что, благодаря опросу общественного мнения, например, в то время, когда показывали штат Вирджиния, про который вы говорите, это я предполагаю, где лидировал Таламп, Байден был за ним, а победу дали Байдену. Судя по всему, опросы общественного мнения в крупнейших городах Вирджинии, кстати, в Ричмонде, показали. То есть, голоса избирателей Ричмонда еще не были подсчитаны, в машинку были заложены, но не было официально объявлено. Но опросы проводятся среди избирателей, которые покидают избирательные участки, были уже проведены. И эти опросы показали, что большинство, абсолютное, скажем, не знаю, 6 к 4, 7 к 3, отдает предпочтение Байдену. Поэтому, не дожидаясь, когда будут официально подведены итоги выборов, объявляется, что победителем вышел Байден, хотя лидировал в то время, то, что нам показывали, там, где уже подсчитаны голоса, лидировал Трамп. Это абсолютно распространено, это было 4 года назад, 8. То есть, на моей памяти, это постоянно в день выборов такое происходит. Кстати, например, в некоторых штатах, где подсчитано там 2 или 3 процента голосов, скажем, в штате Нью-Джерси или в штате Калифорния, там до общего подсчета, там и до 10 процентов голосов еще не было подсчитано, уже был объявлен победителями Байдена, что совершенно справедливо, потому что в этих штатах опросы показывали, что абсолютное большинство людей голосует за Байдена, хотя официально еще не были подведены результаты. Вот это нормально. Ничего удивительного в этом нет. Спасибо большое за вопрос. Спасибо вам. И давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, вчера я работала судьей на избирательном участке в самом центре царства Тачаковский. Вы понимаете, это очень левая территория. И вот на нашем участке победил Трамп. Ну, все остальные, как говорится, демократы победили во всех ипостасях. А президент победил Трамп. Вот это как бы мне дает повод на большие сомнения о том, что выборы прошли честно и что так уж быстро Иллиной стал синим. Потому что основная часть Иллинойа красная и только у Каунти красная левая, как вы сказали, то есть синяя, вернее, да. И поэтому у меня такое впечатление, что фальсификации были повсеместно. И поэтому вопрос, почему республиканцы складывают лапки и говорят, вот так всегда было, вот были фальсификации, мы ничего сделать не можем. Мы требуем от Украины прекратить коррупцию, а здесь она процветает пышным цветом, и мы ничего не можем сделать. Вот что же все-таки можно сделать? Спасибо большое. Я сразу же вам говорю, на основании вашего одного единственного опыта, вы не можете делать вывод, скажем, на том участке, где вы работали. Участок левый, но победил Трамп. Значит, на основании только этого одного участка, на основании своего опыта, вы ни в коем случае не можете обобщать, что и всюду так. Так, я вам приведу совершенно конкретный пример. Совершенно конкретный пример. За несколько дней до выборов 1984 года я сидел за рулем такси в Нью-Йорке. И так получилось, что я из ЖФК, из аэропорта Кеннеди вез женщину, которая встречала мужчину. Они сидели сзади, сзади. И у них был разговор, до выборов оставалось, по-моему, два или три дня. Я понял, что человек приехал из какой-то арабской страны, из мусульманской. Она корреспондентка Нью-Йорк Таймс. Я их вез в прекрасное здание на иссайде. И шел разговор о том, кто победит. И этот человек, который в курсе тела, естественно, он был уверен, что победит Рейган, потому что он опирался на опросы общественного мнения, которые публиковали газеты всего мира и в телевидении передавала на какие-то интервью. А она его уверяла, что этого быть не может, потому что ее слова были буквально такие. У меня нет ни одного знакомого, который бы голосовал за Рейгана. Все мои друзья, знакомые коллеги, все будут голосовать за Мандела. И вот на основании того, что ее знакомые, а их, может быть, 10, 15, 100, будут голосовать за Мандела, она приходит к выводу, что по всей стране то же самое. То же самое, ваши рассуждения очень похожи. Если вы что-то видите, то вы думаете, что так происходит повсюду. Ничего подобного. Это заблуждение. Это заблуждение. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Следующий. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Спасибо за интересную передачу. У меня такой вопрос. Если бы Алексей Орлов объяснил, почему Рейзона проголосовала против Трампа? Это случилось буквально в последние 20 лет. Они голосовали только за республиканцев. Почему получился такой флик? Если, допустим, в такой ситуации, кто же не ожидал, что Рейзона проголосует против. Может быть, это и повлияет на выборы, потому что сейчас очень похоже. И, кажется, Невада тоже будет проголосовать за Трампа. Не за Трампа, а за Байдена, скорее всего. И по подсчетам голосов, скорее всего, Трамп может и проиграть. Окей. Окей. Значит, мне это тоже интересно. Поэтому я, отвечая на ваш вопрос, я выскажу свою точку зрения, которую могут оспоривать. Это не есть истина в последней инстанции. Значит, кстати, Трамп уже оспаривает результаты, оглашенные результаты выборов по Рейзоне. Уже оспаривает. Это у нас уже есть соответствующая информация. Она уже есть. Трамп тоже... Знаете, во-первых, первое. То, что проиграла... У меня в Аризоне живет очень хорошая знакомая. Это дочка моего ближайшего друга. Она, кстати, была переводчица моей книги на английский язык. Она знает английский идеально и русский знает идеально. Она стопроцентная республиканка. Она живет в Аризоне. Причем, насколько она республиканка, она гостила у меня примерно дней 10 назад. И там, в моей деревушке, где я живу, там масса этих самых... Стояло с Байденом, с Купером. Это у нас губернатор, демократ, блокады всяких. И я шел с ней к ее машине, чтобы она подвела машину к моему дому. И она говорит, говорит, Леша, у вас же одни здесь сплошные коммунисты. Значит, она их называет коммунистами демократов. Все, кто голосует за демократов. Она живет в Аризоне. Она считает, это ее мнение, что госпожа Максалли, это сенаторша, которая проиграла, которая была назначена губернатором Аризоны, республиканцем на место умершего Маккейла, она крайне непопулярна среди консерваторов республиканской партии. В Аризоне крайне непопулярна. И мое предположение, она, кстати, довольно много проиграла сопернику демократу, и она покинет сенат, естественно. И мое предположение основано на следующем. Многие, я не утверждаю мое предположение, многие республиканцы просто-напросто по той или иной причине могли пойти не голосовать, потому что голосовать за демократа они не хотели, а голосовать за нее не могли. И, соответственно, не пошли голосовать. Это первое предположение. Второе предположение. В Аризоне очень сильна левая латиноамериканская община. Латиноамериканские общины разные. Например, во Флориде, где громадное количество выходцев с Кубы и последние годы с Венесуэлы, это антикоммунисты. Значит, они антидемократическая партия. В Аризоне большинство, насколько я полагаю, латино – это выходцы из Мексики. И выходцы из Мексики. Вполне может быть, что в этих выборах их голоса оказались решающими. Опять-таки, это мое предположение. Вообще, мне бы хотелось получить, ну, скажем так, ответ на этот вопрос, почему в Аризоне победили демократы, мне хотелось бы получить вопрос не на основе каких-то предположений, а на основе анализов определенных фактов. Большое спасибо за вопрос. Извините, я на него не ответил. Следующий, пожалуйста. Спасибо большое. Принимаем следующий. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день. А у меня вот по поводу выборов. Вот заранее, еще до той пандемии, когда коронавирус, коронавирус. Я сто процентов убежден, что это демократы сговоры с Китаем, специально запустили этот коронавирус, и под этим прыгломом сейчас сделали голосование по почте. И это сплошная фальсификация, три миллиона. Трамп должен судиться с ними до потери сознания. Вы знаете, я, ну, как вам сказать, я не сторонник теории заговора о том, что демократы сознательно запустили коронавирус. То, что они воспользовались коронавирусом, это безусловно. У меня нет, в этом никаких сомнений. Сомнений нет. Но то, что они запустили специально, вы знаете, я, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Спасибо за предположение. Следующий. Спасибо. большое. Ну, вот сейчас пока у нас передышка небольшая. Вот меня тоже интересует вопрос по поводу Аризоны, но у меня еще есть еще одна мысль по этому поводу, потому что я лично знаю очень многих людей, очень многих, и русскоговорящих, и американских, в том числе, которые всю жизнь прожили в Чикаго и потом решили переехать в Аризону. То есть изменение демографии. Может ли это повлиять? И продолжают голосовать? Конечно, Толя, это абсолютно точно. То же самое, где я живу, то, что стоят эти блокадники за Байдена, это все люди, они переехали сюда из Иллинойса, они переехали из Нью-Джерси, они переехали из Нью-Йорка. Многие люди, особенно пенсионного возраста, которые имеют возможность, хотят уехать, они уезжают из снежных штатов, будем говорить так, из зимних штатов, и многие уезжают, некоторые выбирают Аризону, где круглый год лета, выбирают Флориду, Южную Флориду, некоторые выбирают такие штаты, в которых я живу, где зима все-таки есть, но она мягкая, мягкая, и эти люди, как я говорю, на моем словаре, языке, это, может быть, нехорошо звучит, они засоряют республиканские штаты, то ли? Да, да. Это самое Аризону не могло произойти, я с вами согласен. Они просто их превращают, действительно, сначала в фиолетовые штаты, а потом плавно переходят на синий цвет, к сожалению. Так, все линии горят, принимаем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за передачу. Не кажется, Риван, а мне кажется, что очень поздно запустили сведения о Байдене, о Хантере Байдене и вообще эти все дела. Вот если бы на неделе две-три до этого, до того, как запустили, чтобы побольше было времени распространить это, а то один канал только и все. Вы знаете, я вас сразу, я перебью вас сразу. Понимаете, когда бы это не было запущено, вот один бы канал по-прежнему и передавал бы. Об этом бы все равно бы не говорили ни CNN, ни WNBC, ни ABC, ни CBS, ни New York Times, ни не знаю, ни... Это все равно было бы только для ограниченного числа людей. Всего это было. Поэтому в данной ситуации вероятно, вы правы, если бы запустили, ну, скажем, на месяц раньше или на два. Но я сомневаюсь, потому что есть люди... Какое дело? Есть люди, которые черпают информацию только из одного источника, понимаете? Эти люди, они все равно не смотрят Fox News. А CNN не показывала, никогда запустили эту информацию, никогда настал известной, они бы ее не показывали бы и ранее. Так что... Алексей, вот смотрите, Facebook заблокировала это. Если бы она заблокировала три недели тому назад до этого, уже у людей бы возник вопрос. Уже бы люди начали где-то искать, говорят... Окей, вы опять рассуждаете с точки зрения здравомыслия. У этих людей, которые ненавидят Трампа, никакие вопросы по поводу того, что Facebook что-то блокирует, у них не возникает. Они считают, что Facebook поступает правильно. Понимаете? Поэтому в данной ситуации Facebook бы блокировал бы эту информацию, если бы она в июне появилась или в июле. Все равно бы блокировал. Давайте примем еще один звонок и потом будем завершать. Добрый день, вы в эфире. Алексей, еще раз к вам. Извините. Вот я слышал в Facebook и сидел на компьютере и прометнула статья такая мгновенная, что Трамп создает свою партию. Потом я хотел прочитать, потом быстренько исчезло и уже не мог найти. Вы что-нибудь в курсе, что он создает свою партию? Речь идет не о том, что Трамп создает свою партию, а о том, что Трамп хочет создать свою, ну скажем так, информационную империю, ну по типу того, какая есть у Мердока. У Мердоку принадлежат газеты, принадлежат телевидение, принадлежат там всякие другие дела. ради, Трамп планирует создать такую, ну скажем, информационную кампанию, которая была бы, ну, обхватывала громадное количество людей, не только в Соединенных Штатах и в другом мире. Что касается создания новой партии, то создание любой партии Трампом ведет к расколу республиканской партии и к обязательным победам демократов на всех следующих выборах. Вот такой мой ответ. Спасибо большое. Итак, Алексей, как всегда, ваше заключительное слово. Дамы и господа, значит, следующая передача будет посвящена истории коррупции в Соединенных Штатах. Значит, то, что Байден стал кандидатом Демократической партии, кандидатом в президенты, впервые в истории, что человек уже коррумпированный, известно, что он коррумпированный, становится кандидатом партии на одной из двух крупнейших партий, кандидатом в президенты. Но сама по себе коррупция в высших слоях и на уровне Белого дома, и на уровне Конгресса, и на уж проместный уровень я не говорю, она существует, ну, едва ли не со дня рождения Соединенных Штатов. И вот ровно через неделю я буду говорить о коррупции, об истории коррупции в нашей замечательной стране, в Соединенных Штатах Америки. Замечательно. Мы на этом завершим нашу программу сегодня. Дадим вам возможность лишних 5 минут подготовиться к следующей программе, к следующей неделе. Спасибо вам огромное, Алексей. Действительно, очень интересно, как всегда. Очень интересно, очень познавательно. И самое главное за то, что вы так четко, ясно и понятно отвечаете на вопросы. Ну, мы с удовольствием с вами встретимся в следующую среду и оставайтесь в добром здравии и увидимся. Будьте здоровы. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok